Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто впервые открыл подобное видео, меня зовут Галина, я живу в Турции, перевожу на русский язык новости из открытых источников здесь, в стране. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео я оставляю ссылку. Подписывайтесь обязательно. Телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Так что давайте приступим. Среднего в Адане были протесты. Люди заранее согласовали, если так можно выразиться, эту акцию. Стягивались туда с разных регионов страны к Адане. В городе Адана у нас есть пригороде Аданы. У нас есть база НАТО американская военная. И уже буквально последние две недели уже давно ходили об этом. Разговоры о том, что нужно ворваться на эту базу. Или там уже были какие-то маленькие протесты с плакатами. Но такого огромного массового скопления людей не было ранее. Это было впервые. Довольно-таки с агрессивными лозунгами. Им удалось прорваться к забору этой базы НАТО и прорвать его. Но полицейские, конечно же, не дали этого сделать. Не дали им продвинуться. Разгоняли людей водометами. И разгоны были довольно-таки жесткие. Около 20 человек в итоге арестовали. О мере пресечения, какое у них наказание, об этом больше ничего в новостях вообще не говорилось. На следующий день, если мы берем большую политику, прилетал Блинкин. И у него была встреча с министром внутренних дел Хаканом Фиданом. Потому что президент Родоган, он был вообще в Казахстане. Но очень много судачили здесь СМИ и люди. Вирусилось видео, как Хакан Фидан ушел от поцелуя, прикосновение щека к щеке с Блинкиным. Как он холодно его встретил. Как никто из высокопоставленных людей не встретил его у самолета. Что нарушили протокол. Показали максимальное неуважение к этому человеку, к позиции, которую он занимает. Потом обсуждали видео, где они там на фоне плаката, ну, естественно, после пресс-конференции протокольно руки друг другу пожимали и фотографировались. Какое грустное лицо у Блинкина. В общем-то, эти огромные сплетни. Они были все обсуждались, естественно, в течение полутора дней в телевидении, в газетах, в телеграммах. Очень активно эта тема муссировалась. Другие со своих сторон отмечали о том, что смотреть раньше протест разрешалось. Громили посольство, поджигали возле него фаеры, исписывали посольство ругательными различными словами. А базу-то надо прорвать все-таки не дали. Полиция жестко отпортала и быстренько всех, собственно, усмирили при этом. Не дали... То есть есть определенное сдерживание в определенных моментах. И есть какие-то грани, которые переступать не позволяют. Что показывает взгляды и интересы конкретные, открыто уже интересы президента и политики, которая сейчас идет. То есть очень много вот с этой стороны судачили после этого происшествия. Вообще, очень знаменательное событие внутренней политики страны произошло. Наконец-то поменялся за 13 лет глава партии Демократической ДжГП, бывший кандидат, который проиграл на выборах президентских в мае месяце, Калыч Дароулу, покинул свой пост. На его место пришел Озгюр Озель. Это тоже политик, он вообще фармацевт-медик в прошлое. Важно отмечали все, что, конечно же, главный претендент, это мэр Стамбула, самый главный оппозиционный. У него рейтинги гораздо выше, чем у Калыч Дароулу. Все думали, что он будет председателем ДжГП. В свою очередь, он отказался, потому что скоро муниципальные выборы весной. Конечно же, он хочет побороться еще за свое кресло, продолжить. Ну и там, в общем, какая-то, собственно, какие-то расстановочки у них, свои планы есть. Он не выдвигал свою кандидатуру в голосование внутрипартийную на пост главного в ДжГП, но при этом он отдал свой голос за нового кандидата, он его поддержал, с ним отдельно встретился, пожал ему руку для протокола и так далее, и сказал, я его поддерживаю, типа, я, условно, голосую за него. Прошел, скажем так, мимо Калыч Дароулу. У Калыч Дароулу очень много было мемов и стебов в интернете о том, что он все везде, что можно, тотально в своей жизни проиграл. Вообще, дедушке пора на пенсию. Проиграл многие-многие выборы внутрипартийные. Он проиграл президентские, проиграл даже сейчас своей партии, лидером которой он являлся 13 лет. Он даже здесь потерял свой пост. Ну, в общем, условно, его общественность, мнение избирателей вообще списали с этих позиций политических. И как бы, ну, все, эта звездочка как бы уже потухла. Посмотрим, что будет дальше. Но я рассказываю, транслирую мнение людей, да, что здесь было в комментариях, в СМИ и в обсуждении людей на эту тему. Что же про этого кандидата, про бывшего фармацевта, который пришел в политику? Все очень просто. Это более твердый демократический кандидат. Он один, кстати, хочу просто один факт сказать, да. Время, конечно, все покажет, но он один из немногих вообще единичных политиков в стране, который осудил речь Эрдогана против Израиля. Это именно конкретную речь, когда он сказал, что Хамас является не террористами, а мучениками. И он единственный, который вообще в действующей политике в стране не побоялся и критиковал эту фразу. Сказал, что Эрдоган, мы дорого за это поплатим. Поплатимся, что можно быть в разном отношении к той и к той стороне, но тот факт, что Хамас это террористы, отвергать, ну это просто типа глупо. Посмотрим, что будет дальше. Возможно, какая-то будет политическая борьба продолжаться, но по крайней мере после выборов, вообще сами выборы подтвердили президентские, что оппозиция крайне слабая, либо они не умело как-то ведут себя, не умело не могут проставлять свои планы, воспользуются ситуацией и выйти на передовую, либо им эта ситуация вообще комфортна. У многих людей мнение, что выборы сливали и демократы сами сливаются, что это такое постановочная демократия и так далее. В общем, короче, какая-то свежая кровь, какие-то перестановки, посмотрим, что дальше будет. Это только может показать время. Мои доводы подтвердились. С 1 января 2024 года повышается налог на 50 с лишним процентов для имей-регистрации, то есть зарубежных телефонов внутри в Турции. Будет составлять практически 32 тысячи лир, 31 700, если быть точными. Ну, конечно, кто что регистрирует свою технику телефона, старается это сейчас оформить до 1 января, потому что будет это повышение. Конечно же, радости это никому не прибавило. Но несмотря на то, что какая у нас высокая инфляция, что сейчас происходит с экономикой, уже мало остается у людей. В общем, условно, кто может себе позволить иностранный телефон или дорогой какой-то смартфуд привезти в страну, у них есть деньги на эту разблокировку, они об этом как бы думают. Кто не может себе это позволить, он уже давно себе этого не позволяет, покупает технику здесь внутри страны, никуда он, собственно, не ездит, и купить у него возможности за границей ничего этого нет. Как бы все, в принципе, просто, неприятно, но такой факт есть. Это для иностранцев очень важно, да, если вы планируете переехать, или долго задержаться в Турции, или работаете по контракту, например, знайте, что иностранный телефон через 3 месяца заблокируется, вам либо его задолго разблокировать, либо здесь на месте приобретать какой-то дешевый. Еще один феномен. Мы прекрасно отпраздновали столетие республики. Еще раз хочу всех с этим праздником поздравить, кто к этому причастен или живет в Турции. И очень много было празднования, были прекрасные, просто шикарнейшие салюты, особенно над Босфором. Боже, это было очень красивое шоу дронов, шоу салютов. Также были празднования в столице, в Измире, в крупных самых городах, естественно, в Анкаре. Ну, в общем, было все суперклассно, замечательно. Под вот этот шумок столетию в ТикТоке есть мужчина, он не актер, обычный просто мужчина, а он очень похож на Татюрка. И заверстилось видео его поздравления в ТикТоке. Оно очень короткое. Буквально мужчина открывает рот, липсинг, под запись о Татюрка, когда он говорил. И он очень внешне на него похож. Не прямо идентичная копия, но есть схожесть определенная. Он берет вот этой манеры, взглядом каким-то томным. Видно, что четко выбирает ракурс, где его лицо больше похоже. Потому что, если мы смотрим на него анфас-профиль, не всегда он похож на Татюрка, не стопроцентное попадание. Но вот в эти патриотические моменты, эти чувства, это видео очень заверусилось, и этот мужчина, сделал прямой эфир в соцсети и собрал за два часа. Ему накидали донатов один миллион турецких лир. То есть этот человек просто стал миллионером в один день. Это простой абсолютно мужчина, не имеющий отношения ни к актерству, ни к политике, ни к чему. Он просто схож внешне. Просто взял и назовем так этот образ. И под порывом, как бы, в принципе, Ататюрка любят патриотизм, он воспитанный с молоком матери, с кровью. Но, в общем, мужчина заработал себе миллион лир, молодец. Как бы очень тоже обсуждали, кто ему деньги кидал. Вообще, если мы берем празднование столетия республики, конечно же, это было празднование демократии, независимости страны, становления республики, как независимого государства, окончания официальной империи, которая была до этого. И у нас, знаете, как получилось, что выборы, которые были в мае месяце, праздновали сторонники правящей партии, а вот столетия республики, это демократический праздник, они отрывались те, кто проиграл когда-то на выборах. То есть вот это объединение социальных людей тоже было видно, вот этот политический окрас здесь тоже присутствовал. Хабер Турк объявили о том, что они удалили, уволили, убрали своего штата официально журналиста иностранных новостей, который в прямом эфире заявил, сказал фразу, оговорился о том, что Хамас — это террористическое государство, назвало их террористами, его за это уволили официально. Очень сейчас набирает обороты вот эта отмена cancel culture, которая сейчас происходит израильских компаний, израильского производства, продуктов и всего-всего прочего, что связано с Израилем. Израиль, в свою очередь, то же самое на своей территории отвергает и блокирует все, что у нас идет от Турции. Там начинают турецкие кофе, какие-то товары, фасовка турецкая и так далее. Вот пример буквально простой, абсолютно. Эти люди бойкотируют кафе Макдональдс, например, которые заявляли о том, что они донаты делают, бесплатно кормят армию Израиля. Позавчера мужчина выкинул коробку мышей, демонстративный его акт был, флешмоб, или как это можно вообще назвать, да, выкинул коробку с мышами в кафе Макдональдса, где сидели люди ели. Я бы сейчас скажу, что как бы наблюдая, что в городе, все равно в Макдональдс ходят, в Старбакс ходят, Старбакс тоже блокируют, потому что американская компания, все равно клиенты есть. И вот в Старбаксах, что я вижу, и абсолютно арабские клиенты, не только европейские или еще какие-то. Ну, как бы каждый проявляет себя, да, как считает нужным, и их далеко не все это поддерживают, что мне хочется просто донести и отметить. И про бойкоты. Есть некоторые магазины частные, которые клеят ценники рядом с товарами, типа, это произведено в Израиле, если вы купите, это поможет их экономике, типа, мы не прям, пропаганды такой нет, типа, мы рекомендуем не покупать призывов, нет, это уголовно наказуемо. Ну, типа, информация, информирует людей. Также вот буквально такого типа комичного есть бренд Unilevel, вроде бы, да, держит, вообще Unilevel, вообще держит все максимально в мире по поводу бытовой химии, косметических средств, всякие Johnson's Baby, фирмы Ariel, Tide, Domestos и все-все-все прочее. Это один большой холдинг. И там в дирекции, это не один человек держит или одна какая-то страна, там вообще, на самом деле, вся эта история очень... Это все держит одна большая компания, и она интернациональная. И вот, например, если мы берем конфуз, который произошел с маркой именно чистящих порошков Ariel, в Турции его заблокировали еще в первые дни, все начали писать не покупать Ariel. Вот в магазинах вывешивали стикеры, что это израильская компания Unilevel, типа у них, это их владельцы в Израиле. В свою очередь в Израиле тот же самый Ariel заблокировали, тоже отмену дали, потому что он, оказывается, как выяснилось, расфасовка проходила на фабрике, на заводе в Турции, в пакеты, которые произведены в Турции, то есть вся вот эта упаковка, то есть по сути это совместное производство двух этих стран. Ну, как говорится, плохой пиар самый лучший пиар. Компания, я думаю, что все равно получает свои сейчас дивиденды, несмотря на этот отказ, очень большой пиар вообще во всем мире получил. Также министр здравоохранения вчера заявил о том, что Турция получила разрешение на проход в Египте двух судов военных турецких для эвакуации людей тяжелобольных. Будут эвакуировать палестинцев, порядка тысяч человек они могут принять, людей тяжелобольных раком. Именно кого нужно вывозить, кому нужно оказывать срочное лечение, или люди, которые в течение месяца не могут получать лечение для себя и находятся в тяжелом состоянии, то есть это будет вывозить тяжелых больных. Оттуда получили это разрешение, так что будем ждать. В Стамбуле в прошлые выходные прошел марафон, забег очень знаменитый, каждый год происходит. Марафон очень долгий, там очень большая протяженность вдоль Босфора по красивым туристическим местам. В это время дорогу перекрывают. И вообще в принципе марафон, он международный, притягивает очень много зрителей, фанатов, туристов, кто хочет посмотреть на знаменитых всяких спортсменов, марафонцев, кто делает этот забег. В итоге победили у нас мужчины и женщины первыми мы прибежали, все они граждане Кении, профессиональные спортсмены, их с этим поздравляли. В общем, мы и большая сплетня огромная, за которой сейчас уже три недели следит вся страна. Практически каждый вечер ни один выпуск новостей в телевизоре не выходит без видеосюжета про эту парочку, про это семейство турецкое, кардашьянов назовем, но это я утрирую. В общем, у нас есть, это бизнесмены, у них есть производство косметики, салоны красоты, но в первую очередь это блогеры, это видеоблогеры, у них есть канал на ютюбе. Это Энгин и Дилан Палат. Чем характерна эта парочка семейная? Огромным, ну, богатым, большим состоянием и демонстрацией своего состояния, особенно сейчас, в экономически тяжелый период страны. Показушное поведение, демонстративное, например, там очень популярна вирусица, конечно, фотография, прическа с стодолларовыми купюрами, у нее была, затем какие-то дорогие там украшения, коллекция огромная, автопарка, больше десятка люксовых машин типа Ламборджини и всех прочих. Вся их жизнь отображена в их блоге, ну, эксцентричное, конечно, поведение, да, что люди этого не стесняются, очень сильно демонстративно выпячивают на показ. Вы скажете, как бы, ну, а что им стесняться, если они заработали? В чем прикол вообще этой истории? Почему это сейчас очень важно? И вот эта вот кость закинутая обществу очень сильно обгладывается и обмусоливается. Ну, потому что очень тяжело, многие люди потеряли свой уровень жизни, средний класс, да, и живут сейчас очень бедно или беднее, чем они жили раньше, не могут себе так много позволить, как раньше. Соответственно, они, конечно же, озлоблены. Им нужно куда-то переключать эти эмоции, агрессию, негатив, там, недовольство свое. Это демонстративное поведение и показывание денег, оно, в принципе, не приветствуется по менталитету, как религиозные половины общества, это 50% страны, да, по религиозным соображениям это вообще нельзя делать, да, это грех, тхарам. И светское общество тоже, это не принято по культуре воспитания турок. Они могут импозантно выглядеть, дорого одеваться, но вот эти бренды, надписи и все прочее у культурного, скажем так, воспитанного слоя населения, это тоже выглядит, ну, это некрасиво, это чересчур притягивает к себе внимание, воспитание другое в восточном мире, как бы это считается, ну, со всех сторон, как бы, ну, не супер окей, ты можешь, пожалуйста, никто тебе в карман не залазит, но демонстративное, или там тыкать людей в это носом, а у вас этого нет, а у меня есть, смотрите, как я живу, ну, это недостойное поведение, некультурное, некрасивое, то есть это вообще, в принципе, как ни покрутить ситуацию, никем в обществе, в турецком именно, в восточном менталитете, не одобряется, и с точки зрения религии, и с точки зрения светского общества. И вот это демонстративное поведение, раскидывание в прямом смысле своих денег, и так далее, конечно же, многих заинтересовало, конечно же, была немаленькая куча хейтеров, которые решили проверить, отправили запросы в налоговую, а уплачивают ли налоги эти граждане, а сколько они должны получать, если, учитывая налоги и вычеты, что если они себе могут позволить вообще такие траты, такие роскошества, которые не могут себе позволить другие люди. Это, кстати, не говорит о том, что богатых людей в Турции, их очень много, просто всегда, это причем определенный статус, и свое материальное, скажем так, достоинство свое, что у тебя есть, не принято показывать нарочито, и вообще демонстративно это транслировать людям. В общем, те, кто были против, закусились в ситуации в стране экономической, недругов, скажем так, для проверки нашлось немало. И что мы видим? Та же самая история, типа а-ля Аяза Шабуддинова, нашей там этой Блиновской и всех прочих. В общем, предъява, у них несколько сейчас уголовных дел открыто, по неуплате налогов, скрытие налогов, махинациях, оформлению ИП, и так далее. Все по классике. То есть, по сути, скрытие ухода платежа налогов, неправильно оформленные фирмы, и так далее, с целью скрытия каких-то доходов, и все прочее. Сначала об этом говорили о проверке, потом была новость, их с первого ноября взяли, задержали под стражу, конфисковали имущество, задержали также ее сестру, потому что она с ними содействовала, была с ними в сговоре, и была как бы с ними вдоль, назовем так, на нее тоже там что-то оформлялось, это имущество и доходы. Дробили, короче говоря, они свои доходы и налоги в том числе. Известная схема, да, про Блиновскую схему с вами, все та же самая история. Люди хотят справедливости, люди, конечно же, им нужна вот эта сплетня, обсуждение, это очень много внимания всему этому, и если мы берем самую ситуацию, то каждый день какие новости добавляются? Вот на данный момент этой парочке семейной и их сестре, кто под стражей, трое человек, от них отказался адвокат, потому что всплывают всякие видео в Ютубе, интервью, которые они давали газетам и видеоинтервью, фразы различные, которые сейчас привязываются к делу публичной. Она говорила о том, что у меня доход в месяц там 200 тысяч лир, это там 7 тысяч долларов, да, но при этом она на видео идет и в один момент тратит, например, в бутике там 10-15 тысяч долларов просто вот так за один раз, за один день. То есть, ну, понятно, да, что человек живет непосредством своим, откуда он берет деньги, если официально вот такие заявления и налоги официально он столько-то платит. От них отказался адвокат, сейчас у них другой есть адвокат, который тоже у них висит на волоске, то есть от них даже начали отказываться, потому что дело максимально публичное. Тут уже всем понятно, что тут есть конкретные махинации, которые вскрыли, что это будет точно наказание, скорее всего, уголовное, штрафом там не отделается, что это проигрышное дело. Никто не хочет их брать в себе в копилку и никто не понимает адвоката, что выиграть это практически, ну, просто невозможно. Давление от людей и от самого государства. То есть это дело такое, ну, никто за это браться даже не хочет. Если вам интересно, можете вбить их, полот, например, вбейте в YouTube, увидите канал, посмотрите, что там происходит. Ну, честно сказать, это не первый, не последний такой случай. В каждой стране есть такие блоги. Если у вас есть вопросы, пишите под видео. Очень приятно будет, если у вас будут комментарии. Это помогает продвижению канала. Обязательно ставьте лайки. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся в следующем выпуске. И в инфобоксе под видео есть телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Подписывайтесь. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok